Сёрфинг по соцсетям и оплата услуг ЖКХ. Росстат провёл опрос с целью выяснить, для чего жители страны используют интернет. Согласно результатам исследования, чаще всего россияне подключаются к интернету, чтобы пообщаться в социальных сетях. Этот вариант выбрали более 60% респондентов, большинству из которых от 15 до 19 лет. Половина опрошенных ответила, что читает в сети новости и статьи. Около 40% граждан скачивают фильмы, музыку и игры. Для оплаты различных услуг и перевода денег глобальной сетью пользуются порядка 35% респондентов. Чуть более четверти опрошенных россиян покупают в интернете товары для повседневной жизни, а также продают свои личные вещи. Специалисты отмечают, что всего интернетом пользуются 72% населения России старше 15 лет. Мы решили узнать у саратовцев, для чего они используют всемирную паутину. С интернетом как часто пользуются? Очень часто. Для каких целей? Для развлекательных. А по работе или для поиска новостей или еще что-то? Ну, редко бывает, потому что просто некогда. А развлекательные это что? Ну, одноклассники, ютуб. Оплата интернета, коммунальные услуги. Почему вы через интернет это делаете? Потому что удобно, ходить никуда не надо, в очередях стоять. По личным целям, естественно. Если какие-то вопросы возникают, поиск. А почему вы интернетом пользуетесь так часто? Ну, там все, все ответы на вопросы есть. Мне внуки хотели поставить мне компьютер. Я говорю, не надо мне. А сейчас вот согласна была бы. Для чего вы бы его использовали, если бы он вас... Ну, в одноклассниках старушек своих подружек поискал бы. Вы интернетом пользуетесь? Нет. Почему? Ничего не понимаем. А пробовали? Дети у нас пользуются, а мы уже туда не лезем. Скажите, пожалуйста, вы интернетом пользуетесь? Нет. Почему? Потому что не хочу. И отметим, что на днях был подписан закон об автономной работе интернета в России. Он вступит в силу уже в ноябре. По словам специалистов, основная цель нового закона – обеспечить работу российского сегмента интернета, даже в том случае, если его отключат от общей мировой сети. А вот противники говорят, что с принятием закона могут возникнуть проблемы со скоростью интернета для конечных пользователей. Кроме того, это может привести к подорожанию товаров и услуг.